Ленинский муниципальный район Строители виден каждому, ведь то, что создается их руками, делает жизнь людей комфортнее. Спасибо вам большое за ваш труд, спасибо за то, что вы являетесь для нас примером, спасибо за то, что вы передаете тот опыт и те традиции новому поколению людей, которые созидают, которые строят детские сады, детские площадки, которые строят школы, которые искренне любят ту территорию, на которой живут и работают. На концерте, посвященном Дню Строителя, в адрес виновников торжества прозвучало много теплых слов, а также профессионалов своего дела наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Благодарственное письмо главы Ленинского муниципального района вручается. Зайцеву Илье Евгеньевичу. Творческие коллективы и артисты муниципалитета поздравили строителей яркими музыкальными и танцевальными номерами. Особое внимание в этот день уделили ветеранам, которые создавали облик родного края своими руками. Пелагея Буртасова более 40 лет трудилась в строительном комплексе района. За годы тяжелой работы ее не сломили ни холод, ни слякоть, ни зной. Я канщица была. У меня с первого рабочие приходила, вот эти кирпичи собирала, убирала все. Потом меня застали траншеи выкладывать. Потом с этого пошла, я то, что катурила, вот эти канализации мы делали сверху, все делали, мы все работали. Олег Варламов тоже всю свою жизнь посвятил этой профессии. По сей день он работает инженером-строителем и гордится, что создает социально значимые объекты и участвует в благоустройстве района. Закончил в свое время миссии, перед этим закончил строительный техникум, так что строители во втором поколении. День строителя, я как бы всю жизнь, с детства отец всегда отмечал праздник. Он не так широко отмечался в советское время, но дома это был всегда праздник. И сам я почувствовал, когда поступил в строительный техникум, то есть с 15 лет, так сказать, я день строителя отмечаю. Праздничный концерт завершился видеороликом, посвященным людям самой созидательной профессии. Не любите седмой, не холодно, строители, строители, призвание навсегда. Анастасия Воронина, Александр Будников, Елена Кошелева, Видное ТВ.